Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте! Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Хотели бы вы иметь ответы на свои молитвы? Причем на все. Вы действительно этого хотите? Правда? Вы хотите получать ответы на все свои молитвы? Так вот, моя гостья, послушайте. Она прошла через испытания и узнала, как в этом действует настоящая вера. Я бы никому не пожелал того, что ей пришлось пережить. Но в результате этого пути она получила самые удивительные, сверхъестественные ответы на молитвы. И через откровения от Бога она теперь может научить и вас, как получить ответы на любые молитвы. Хотите об этом узнать? АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю Дженнифер Леклер как редактора новостей самого популярного христианского журнала «Харизма». Но так было не всегда. Дженнифер, вы ведь из неверующей семьи. И в возрасте трех лет вы кое-что видели. Это был дух страха в вашем доме, который потом преследовал и мучил вас почти всю вашу жизнь. Это так. Я была в своей спальне и увидела этого духа страха. Конечно, так как мне было три года, то я не понимала, что это такое. Моя мама подумала, что это просто мое воображение, принесла метлу и сделала вид, что разгоняет этого духа. А потом у вас был молодой человек, с которым вы жили. Между вами возникла ссора. Вы вот звоните в полицию, и она приезжает. Но вы решили, что все может зайти далеко, и передумали писать заявление на своего приятеля. Полиция это не понравилось. Они расценили это как сокрытие преступления, и вас отправили в камеру. Ну и затем вас, наконец-то, отпускают, но не разрешают покидать город без письменного уведомления. В конце концов, жизнь пошла своим чередом. Вы выходите замуж за этого парня. У вас появляется ребенок, и вот однажды он говорит, «Мне нужно в отпуск на две недели». Вы говорите, «Хорошо, дорогой, счастливого пути». И больше вы его не видели. И вот она стала оформлять развод. В результате проверки ее адвокат обнаруживает, что она, будучи на учете полиции, не успела заполнить бумаги о переезде в другой город, и однажды посреди ночи внезапно в двери постучалась полиция. И что было дальше? Да, так и было. За семь лет до того, как мне предъявили ложное обвинение. И я думала, что они разобрались, что все мои документы в порядке, что свой долг я исполнила. Но полиция настойчиво ломилась ко мне в дом. Я ведь нанимала адвоката защиты, который сказал, что это бумажный вопрос, они обо всем позаботятся и что не стоит ни о чем беспокоиться. Я ему поверила. А еще незадолго до этого моя домработница пыталась вымогать у меня деньги. Она требовала от меня повышения зарплаты. Она видела эти бумаги от адвоката и сказала, мол, если я не получу от тебя чего хочу, то я пойду и заявлю на тебя в полицию. Итак, среди ночи вас забирает полиция. Вы оказываетесь в тюрьме, вам грозит пять лет заключения, и вы обеспокоены, что станет с вашим трехлетним ребенком, мужа и след простыл. И вот в тюрьме вас посещают какие-то миссионеры, которые начинают проповедовать Евангелие. Как вы так просто обратились с веру, будучи из неверующей семьи? Не было ли это просто отчаянной попыткой облегчить себе участь? Да, так многие подумали, когда я вышла из тюрьмы. Но все дело в свидетельствах. У них такая сила была. Одна из женщин получила свободу от героиновой зависимости. Она употребляла героин. В то время одна из моих лучших подруг тоже сидела на героине. И когда я увидела, как Бог изменил жизнь этой женщины, это так глубоко тронуло меня. Дух Святой коснулся меня, и я признала себя грешницей. Вы познали все стороны мирской жизни, и теперь вы хотели познать все стороны жизни со Христом. Она получила в подарок Библию, и впервые в жизни стала читать книгу залпом. И Дух Святой сказал ей, что она выйдет на свободу через 40 дней. Вы рассказываете людям, что выйдете через 40 дней. Возможно ли это? Это было просто нереально. Прежде всего, потому что они три раза отклоняли мое прошение о помиловании, даже при том, что я была в кандалах, даже при факте домашнего ареста. И помимо того, что я работала в одной из самых крупных корпораций, я не могла поверить, что меня не отпустят. К тому же через 40 дней судья собирался в отпуск. У меня не было никаких шансов, что через 40 дней я буду с ним говорить. Наступает 40-й день, и что же дальше? Наступил 40-й день, я сидела одна в камере и дожидалась другого судью, и это ожидание, казалось, тянулось часами. Звонит мой адвокат и говорит, «Дженнифер, тебе не нужно идти к суде, все уже разрешилось. Собирайся домой, ты свободна». 40 дней! Число 40, особенное число. А как насчет таблеток от депрессии и от чувства страха, который вы принимали? Сколько лет вы на них сидели? Ох, на ту пору, около 11 лет. И что стало с той зависимостью? Мне там давали таблетки, а после того, как я приняла спасение, они хотели продолжать их мне давать, но я сказала, «Мне они больше не нужны». Впервые в жизни внутри я испытала радость. Я была свободна. Мне сказали, «Ты все равно должна их принимать», но я стояла на своем. В конце концов, я решила, сделаю то, что они от меня требуют, и я приняла лекарство, а мой организм его отверг. Когда они все это увидели, то сказали, «Ладно, тебе больше не нужно его принимать». И что стало с вашим чувством страха, тревоги и депрессии? Они ушли. Правда, я еще боролась со страхом, но депрессия ушла совсем. И вы больше не принимали лекарства? Тех пор нет. Более того, ее вера поднялась на такой уровень, не знаю, как вы этого добились, после того, как ее отпустили через 40 дней, и все записи были удалены. Это напоминает то, как Мессия стирает записи о наших грехах. А как это вышло? Да, просто стерли все. Вот что я вам скажу. После перерыва я хочу, чтобы вы научились молиться той же молитвой, чтобы вы научились упражняться вере так же, как и она. Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Многие зрители уже пишут нам о чудесах, знамениях и исцелении. После просмотра программ «Это сверхъестественно». У меня был разрыв грудной аорты, и меня отправили на срочную операцию в Главное медицинское учреждение. По статистике, только 6 из 10 человек выживают после этого. Однажды ночью я увидела во сне поющих вокруг меня ангелов. Я проснулась и почувствовала, что боль ушла. Я была исцелена по вере и молитве. Три месяца спустя на томограмме ничего не было. Когда один из гостей программы начал играть, мне послышалось, будто играют несколько инструментов. Я ощутила такую любовь. Она словно струилась. Я никогда не думала, что музыка может поднять меня прямо к небесному трону. Я почувствовала необъяснимую радость. Мир, счастье и любовь. Это потрясающе. Если вы что-то пережили при просмотре программ «Это сверхъестественно», присылайте свои свидетельства на наш веб-сайт. «Это сверхъестественно». Дженнифер имеет великое чудо – взаимоотношения с Богом. Он начал отвечать на все ее молитвы. Она вышла из тюрьмы с чистой биографией, воссоединилась со своей дочерью, стала зарабатывать по 3000 долларов в неделю, обнаружила у себя необычный литературный талант. Она зарабатывает 3000 долларов в неделю, и вдруг внезапно лишается работы. Только представьте себе такую ситуацию. Теперь у нее ноль зарплаты. Она получает пособие на еду. Это был полный крах. Это было именно так. Я чувствовала такое унижение. Знаете, имея все, вдруг все потерять. Но у меня было то, что ценнее всех денег этого мира. Это Иисус. Имея взаимоотношения с Мессией, вы стали молиться, и все стало меняться буквально на глазах. Пожалуйста, расскажите мне об этом. Как я уже рассказывала, я начала за поем читать Библию и не могла остановиться. Я стала размышлять над словом и применять его в практике. Одно дело читать слово, другое дело его изучать. Когда мы начинаем действовать по слову, то начинаем видеть результаты. Так я и поступила. Я присоединилась к хорошей церкви, прошла подготовку и стала принимать все, что в Библии за чистую монету. То есть я верила всему, что написано в слове. Кстати, говоря об этом моменте, однажды Господь сказал вам такие слова. Ты обкрадываешь меня. Что это значит? В то время у меня был очень маленький доход, но я щедро раздавала людям деньги в долг. И они их не возвращали. Я даже не могла заплатить по счетам из-за того, что кто-то не отдавал мне долг. Я очень злилась и жаловалась. Я опустилась на колени перед креслом и сказала, Бог, скажи, почему это со мной происходит? Я ведь не жадна, я пытаюсь помогать людям. В чем же дело? Я устала от того, что люди все меня обкрадывают. И я услышала внутри тихий, спокойный голос. Тогда прекрати ты обкрадывать меня. И тогда я по-настоящему узнала о десятине, о десяти процентах для Бога. И когда я стала ее отдавать, ситуация изменилась. Конечно, не за одну ночь, но постепенно. Дайте нам своеобразный краткий обзор того, как складывается ваша жизнь сейчас на фоне тотальной перемены. Сколько книг вы написали? Есть ли эти пособия для начинающих книжных магазинов? Она написала парочку таких. На сегодняшний день их у меня несколько. Это были самые первые книги, написанные мной задолго до того, как я стала писать на религиозную тему. Так что их у меня некоторое количество. Плюс ко всему, я написала восемь христианских книг. И Бог использовал этот дар, чтобы принести умножение, процветание в мою собственную жизнь и жизнь любого человека. Расскажите нам о собственной квартире с видом на океан. Какой переход от пособия на еду к собственному жилью? Расскажите об этом. Это настоящее сверхъестественное чудо. Я начинала разбираться в законе исповедания. Я не имею в виду провозглашения каких-то слов. Я имею в виду быть в соответствии с тем, что говорит Божье Слово. И у меня была мечта иметь квартиру на берегу океана. Я начала исповедовать. Это было в 2005 году, что у меня есть квартира у океана, полностью выплаченная. И сейчас у меня есть такая квартира, и она полностью выплаченная. И я каждый день, занимаясь этим, исповедовала по всему списку. Но параллельно с этим я отдавала десятины приношения и много работала. Конечно, в течение пяти лет я смогла приобрести квартиру. И она, конечно, выплаченная. Мне это нравится. А вам? Все, что Бог сделает, для нее Он сделает и для вас. Но позвольте спросить. Господь, вы боролись со страхом, сомнением и неверием. Что Господь показал вам насчет сомнения и неверия? В двух словах расскажите нам. Господь показал мне несколько моментов. Сомнение открывает доступ к неверию, а неверие – это путь к страху. Дух Святой еще вчера показал мне кое-что. Он сказал, что война происходит в разуме, а она ведется за твое сердце. И все это потому, что… Погодите, сначала объясните это. Война происходит в разуме, то есть враг запускает свои огненные стрелы в наши мысли, и там происходит настоящее сражение. Это могут быть мысли, образы или слова, которые у нас в голове. Да, ты никогда не будешь преуспевать. Да, ты никогда не исцелишься. Тебе никогда не сделать того-то или того-то. Враг подбрасывает нам такие мысли, и мы начинаем сомневаться в Слове Божьем. Так что война происходит в разуме, а она ведется за сердце. И Писание говорит, что мы верим сердцем, а не умом. Верить умом – это интеллектуальная нагрузка, но когда веришь сердцем, имеешь в виду чистую веру. Происходят тогда чудеса. После короткого перерыва я хочу, чтобы вы поделились с нами откровением, так верить всем своим сердцем, потому что у многих из нас молитвы остаются без ответа, из-за страха, сомнения и неверия. И даже говоря «я верю», вы в действительности не верите всем своим сердцем. Так что, дорогие мои, не переключайтесь. Это сверхъестественно. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Сомнеголизм Дженнифер придумала новое слово. Все мы слышали слово «алкоголизм». Она придумала такое. Сомнеголизм. Каковы симптомы сомнеголизма? Сомнеголизм — это такое духовное заболевание, как я называю. Одним из его симптомов является замешательство. Если вы в замешательстве, значит, вы чересчур долго собираетесь с мыслями. Бог дал нам способность размышлять. Мы должны пользоваться нашим интеллектом, но когда наши раздумья превращаются в замешательство, мы начинаем топтаться на месте и не знаем, что делать дальше. Мы мечемся, не можем сделать выбор, и это приводит нас в замешательство. А Библия говорит, что человек с двоящимися мыслями, то есть сомневающийся, не тверд в своих путях. Да не думай, такой человек получит что-то от Бога. Если ты не получаешь от Господа, значит, в твоем сердце, вероятно, сомнение. А сомнение — такая незаметная и коварная штука. Возвращаясь к разговору об интеллекте, каждую неделю мы приходим в церковь, слушаем хорошую проповедь, говорим «Аминь», мы киваем, хлопаем, воскресаем, идем домой, читаем Библию, и вот какая-то складывается тенденция. Мы читаем то, во что верим, вместо того, чтобы верить в то, что читаем. О, как мудро сказано. Не могли бы вы еще раз повторить? Мы читаем то, во что верим, вместо того, чтобы верить в то, что читаем. И под этим я подразумеваю, что мы, многие из нас, были научены через проповеди великих учителей Слова Божьего, которых мы годами слушали или смотрели на своих родителей, на свои семьи и на собственный опыт. И мы смотрим на жизнь через эти фильтры, эти очки, через призму такого миропонимания. Мы смотрим на Слово. И это не всегда обозначает истинное положение вещей. Мы должны начать смотреть на Божье Слово и принимать все, что там написано в буквальном смысле. Если Бог что-то сказал, Он именно это имел в виду. Да, но есть препятствия, о которых мы говорили выше, сомнения и неверие. Что Господь вам показал по этому поводу? Как вы от этого избавились? Я изучала труды Кеннета Хеггена и несколько лет тому назад прочитала залпом. Я помню, как сидела и корпела над этим, но моя вера никак не работала. Это меня обескуражило. Я подумала, как я могу изучать? Знаете, мне вспомнилось кое-что, так как я читал его труды тоже. Дженнифер процитировала одну вещь. Бог не движется твоими нуждами, Он движется твоей верой. И мы говорим, Боже, почему ты исцеляешь кого-то другого? Ну, исцели в конце-то концов меня. Я ведь тоже хочу. У меня тоже нужда. Где ты? Боже! Это на вас совсем не похоже. Правда? Или похоже? Поясните нам это. Ведь Бог уже знает наши нужды прежде просимого. Что Богу нужно от нас, наше сердце. Он хочет иметь взаимоотношения с нами, Он хочет общения на уровне сердца. И начинает развиваться близкие взаимоотношения с Богом. Наше сердце соединяется с Его сердцем. И тогда нет места никакому сомнению. Оно уходит. Нет места никакому страху. Но это все благодаря развитию близких отношений с Богом. Это откровение, которое Бог вам дал по поводу того, как, если уж она смогла, то вы тоже сможете. Вы сможете справиться с этим даже лучше нее. Так расскажите, что Бог подсказал вам сделать, чтобы избавиться от сомнения и неверия. Этих вещей всего-навсего две. Они взаимодействуют друг с другом. И в этом такая сила. На любом уровне происходит сверхъестественное. Это размышление над Словом Божьим и молитва на языках, как учил Павел. Давайте начнем с размышления над Словом Божьим. Многие не понимают значение этого слова. Что оно значит для вас и как вы это делали? Размышлять над Словом Божьим, это значит обдумывать, переживать, переваривать информацию в голове, исповедовать это, произносить это снова и снова. И вот, что мне нравится делать. Я беру какое-нибудь местописание, на котором я хочу в данный момент сосредоточиться в Духе. Мне нравится развивать свою веру до того, как начать молиться. И что я делаю, если нуждаюсь в обеспечении? Я беру местописание. «Бог мой, да и восполнит всякую нужду по погадству своему в славе, Христом и Иисусом», и проговариваю каждое слово. Я выделяю слова. Сначала так. «Бог мой, да восполнит. Мой, значит, близкий мне». Затем я говорю, «Мой Бог, да восполнит». Здесь я имею в виду Его, то есть речь идет обо мне и о Нем. Мы связаны друг с другом. «Бог мой, да восполнит». И это сильное обетование. Здесь говорится о будущем, но с ударением на обязательное исполнение. Размышление очень важно. Даже врачи уже доказали, что если постоянно повторять ложь, то сам начинаешь в нее верить. А если постоянно повторять самую сильную вещь на земле, Слово Божие приходит озарение. Люди же, как сказала Дженнифер, не пережевывают Слово Божие. Они его проглатывают так, целиком. И теперь расскажите, что Бог показал вам дальше, как нам съесть это Слово. Молитва на языках, духом. Павел учит об этом в нескольких местах Писания. В послании к Иуде он говорит, «Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». То есть, когда ты молишься Святым Духом, подкрепляешь свой дух и свое сердце. И тогда становится легче верить всем сердцем, потому что чем больше ты наполняешь свое сердце Словом, тем больше наполняешься от Духа Святого. И страх, и сомнения таким образом уходят. Вы представили нам то, о чем я раньше никогда не слышал? Откровение о сомнеголизме. Вы предлагаете 12 шагов, пройдя которые, человек сверхъестественным образом от него избавляется. Это звучит очень удивительно. А сделав это, знайте, что вас ждет. Вы сможете поверить всем своим сердцем, и все, что не скажете, будет вам. Исполнится вашей жизни. Расскажите об одном из этих принципов. Первым шагом, как обычно, будет признание этой проблемы в себе. А почему некоторые не признаются, что у них проблема? Из-за гордости. Ага, вот оно. Дьявол заставил вас так поступать, да? Это гордость. Мы не можем, или даже не знаем, что не можем распознать голос сомнения. Он такой незаметный. Ты думаешь, что это ты, но это не так. Враг пытается украсть твою веру. Вы только что очень интересно сказали. Голос сомнения такой незаметный. Поясните мне. Он очень похож на наши собственные мысли. Помните, когда Ева с Адамом были в Эдемском саду, пришел змей, и просто наводящими вопросами заставил Еву усомниться в словах Бога. Действительно ли Бог так сказал? Дьявол поступает так же и с нами. Враг задает вопрос, действительно ли Бог так сказал? Действительно ли он благ? Действительно ли Бог сказал, что исцеляет и сегодня? И заставляет верить в то, что твое исцеление не случится, потому что Иисус больше не исцеляет. Вы были исцелены от высокого давления. Каждый раз, когда вы ездили в миссионерские поездки, у вас начиналась проблема с голеностопным суставом. А как теперь дела? Теперь у меня нет этой проблемы. Я хожу свободно. А высокое давление? Абсолютно идеально. Не могли бы вы прямо сейчас помолиться за всех нас, за способность различать тихий голос, сомнения и неверие? Да, конечно. Отец Небесный, я благодарю Тебя за каждого, кто смотрит и слушает нас сейчас. Благодарю Тебя, Господи, за то, что ты даешь нам различать, выявлять, понимать и знать этот голос сомнения, распознавать его и готовиться к атаке, чтобы мы размышляли не над словами сомнения, которые даны врагом, а над Словом Бога. И прямо сейчас я высвобождаю Духом Святым помазание, чтобы различать и слышать голос. Я открываю уже тех, кто слушал голос, сомнения, и я связываю и приказываю ему уйти во имя Иисуса. Аминь. Замечательно. Я не двигаюсь ощущениями, но могу сказать, что почувствовал, будто пришло озарение, и люди сейчас начинают распознавать. Дам вам совет. Забудьте голос лжи. Забудьте свои ошибки и просчеты. Делайте то, чему вас только что научили. Первое. Размышляйте над Словом Божиим. Второе. Молитесь на языках. Дженнифер, знаете, я молился по одному часу в день, и хочу сказать, что за последние пару месяцев, когда я приближался к людям, и этого раньше никогда не бывало, присутствие Божие изливалось на меня, и люди падали. Одна официантка спросила, что со мной произошло? Я не смог ей объяснить, чудесно то, чем я занимаюсь. Чудесно то, чем занимается Дженнифер, но вы призваны к этому также. Вы избраны. У вас есть призвание. Предназначение. Так что встаньте, отряхните пыль с кальян, и возвращайтесь к жизни. Смотрите в следующем выпуске. Недавно я прочитал данные о том, что количество разводов среди христиан такое же, как и среди неверующих. Те же проблемы с детьми, что и у неверующих. Я так и знал. У моего гостя было откровение о четырех простых ключах. Большинство библейских верующих никогда не догадывались об их существовании. Они взаимодействуют друг с другом. Если вы будете их использовать, то в вашу жизнь никогда не придут проблемы. Я очень хочу, чтобы вы поскорее о них узнали. Вы готовы? Субтитры создавал DimaTorzok